Никакой бумажной волокиты и никакой бюрократии. Всё население Эстонии, то есть 1 миллион 300 тысяч человек, переходит на цифровой формат. Правительство нацелилось сократить бюрократию, увеличить прозрачность и дать толчок экономическому росту. Оно хочет, чтобы все вопросы решались онлайн. Впрочем, подобные шаги страна предпринимала и в прошлом. Проект по развитию интернета и информационных технологий запустили здесь ещё в 1997-м. Одной из самых больших разработок страны стала программа Skype, которую в 2011 году купил Microsoft. Сегодня эстонцы многие бумажные вопросы решают онлайн, пользуясь электронными подписями. Голосование тоже электронное. А вот так происходит регистрация новорождённого. Отец вставляет свою идентификационную карту в ридер. Несколько минут, и население пополнилось одним новым гражданином. «Теперь, после регистрации имени, мы можем подать запрос на получение государственной помощи в той же системе – esti.ii, а также запрос на идентификационные документы». Впрочем, если бы этот малыш родился на несколько месяцев позже, то регистрировать его вообще бы не пришлось. Вскоре этот процесс хотят автоматизировать. «В идеальном мире, в случае невидимого правительства, если рождается ребёнок, то родителям ничего не нужно запрашивать – ни декрета, ни правительственной поддержки, ни места в детском саду, ни регистрации имени. Все эти услуги будут предоставляться автоматически через систему. И это Эстония начнёт предоставлять уже весной 2019 года». Цифровая система децентрализованная, она включает много баз данных. Вся информация шифруется. Кроме того, на случай кибератак данные дублируются в так называемых цифровых посольствах страны в других государствах, таких как Люксембург. В стране также развивают проект интернет-гражданства. То есть предприниматели со всего мира могут регистрировать в Эстонии свои компании, чтобы вести бизнес с Европейским Союзом.